Ещё один исторический объект, с которым у балаковцев ассоциируется целая эпоха, канул в лету. Волжский дизель имени Маминых закрылся, и сегодня работники отработали заключительный день на любимом предприятии. Несмотря на то, что проблемы у завода начались достаточно давно, люди до последнего верили, что Железного Феликса удастся спасти. Речь идёт у вас в основном о том, как трудоустроить музей. А у меня предложение есть, как, допустим, остановить разрушение завода, сохранить коллектив. Ведь мы отлично знаем, что зарплата ваша также зависит от предприятий. Чем меньше предприятий, тем меньше доход в экономику. Поэтому надо ставить во главу цель, допустим, сохранить завод любыми средствами. Он с 99-го года существует. На этом заводе работал мой дед, отец, мать, родственники. Я работаю 53 года. И хотелось бы, чтобы этот завод устоял. Ведь завод имени Дежинского, Железный Феликс. Неужели мы этого Железного Феликса расстреляем? Крик о помощи работники завода отправили депутату Государственной Думы Николаю Панкову. Видимо, поняли, что на месте им никто помочь не в состоянии. Николай Панков откликнулся на просьбу о встрече и сегодня обсудил возможные пути решения проблемы с сотрудниками Волжского дизеля. Главное сегодня, что завод, вы в том числе, я так понимаю, и все остальные, выйдут на улицу. У них есть семьи, у них есть какие-то обязательства, и они все в долгах. Как дальше существовать люди? Конечно, главная задача – завод сохранить. И мы сейчас с управляющим будем говорить. Я сегодня встречусь с губернатором Валерием Васильевичем Радаевым. Будут здесь поддержки искать. Сотрудники предприятия уверены, работу по специальности найдут не все. В Балаковском районе есть заводы со схожим профилем. Однако они укомплектованные и лишь единицы смогут устроиться туда работать. А что будет с остальными? Ведь сегодня больше 150 человек остались без средств к существованию. Я почему здесь, Сан Саныч, вас пригласил тоже? Давайте сначала, наверное, сделаем некий такой рабочий, недолго затягивающий процесс трудоустройства людей. Я думаю, все равно, если где-то мы считаем, что процентов 20 люди будут востребованы, или кто-то уже может найдет работу, то здесь, я думаю, власти уже вместе смотреть о том, как трудоустраивать другую часть, оставшуюся часть людей. В предприятие вложены средства Альфа-банка. И конкурсный управляющий рассказал, что завод в его нынешнем состоянии просто не интересен инвесторам. Вы, наверное, знаете, какую сумму Альфа-банк вложил в этот завод. Знаете, да? Это бешеная сумма, это порядка полутора миллиардов рублей. Было вложено в этот завод. При руководстве предыдущем, вы тоже знаете это руководство, да? Вы прекрасно понимаете, и, наверное, вот, Дема Владимировна, не дав соврать, сколько людей, даже иностранных, сколько инвесторов я привозил на завод и лично показывал, я этот завод, эти гектары прошел своими ногами, своими руками, я все вник во все производство. К сожалению, та схема, из-за которой ваш завод вдруг стал менее ликвидным, создана не Альфа-банком, а она создана предыдущим руководством. И вы знаете, что на территории этой площадки зарегистрирован ряд юридических лиц. И предыдущее руководство, вот, часть активов вывело так, чтобы невозможно было полностью воспроизвести производственный цикл. Я правду здесь говорю, да? Что вывели кузницу на стороннюю организацию, про которую никто не говорит. Вывели блок номер два, вывели ряд объектов недвижимости. А завод – это единый механизм. Производственный цикл не должен останавливаться, он идет, идет. А как инвестору зайти и вложить деньги, понимая, что кузница у соседа, который не пустит? Как зайти в блок номер два, который не пустит? Они приходят, они смотрят. И ликвидность завода, когда Альфа вкладывала полтора миллиарда, он был ликвиден. Сейчас инвесторы заходят, и ликвидность завода упала в десятки раз. Конечно, были инвесторы, которые могли бы выкупить завод, снести здание и застроить территорию, как это случилось с бывшим сударьем заводом на улице Коммунистической. Однако при таком раскладе о работниках никто, конечно, не подумал бы. Мы привозили только тех людей, и руководство не даст соврать ли те, которые были нацелены на производство здесь. Не на застройку, не на торговые центры, которых уже и так очень много, не на застройку любого характера, а именно на сохранение производственного потенциала. А между тем подготовлены документы для обращения в правоохранительные органы, для того, чтобы те разобрались в законности действий предыдущих директоров Волжского дизеля имени Маминых.